Каждому из нас хочется, чтобы наше жилище было немножечко уютнее и комфортнее. Основная составляющая этого это теплый пол. Теплые полы бывают водяные и электрические. Плюсы и минусы есть у каждого. Рассмотрим их подробнее. В загородном строительстве водяной теплый пол часто предусматривается как основная система отопления. В городской черте современные застройщики тоже начинают использовать эту технологию, но если у вас квартира без водяного теплого пола изначально, вы всегда можете дополнить его электрическим. Основным минусом электрического теплого пола является то, что он потребляет электричество. На каждый киловатт электричество дает 1 киловатт тепла. Электрический теплый пол можно добавить в помещения абсолютно всех типов. Будь то ванная, балкон или гостиная. Давайте рассмотрим более подробно. Есть несколько видов электрических теплых полов, предусмотренных для устройства сухой конструкции и в помещениях с плиткой. В помещениях с плиткой перед ее укладкой в слой плиточного клея либо равнителя можно уложить электрический теплый пол в виде матов. Нагревательный кабель заранее прикреплен с оптимальным шагом к сетке, которую мы заложим под плитку. В нашем случае толщина электрического греющего кабеля составляет всего 3 миллиметра. И тепловая мощность, которая может сгенерировать квадратный метр с установкой подобного кабеля, 160 ватт на квадратный метр. В этом помещении, поскольку будет плитка, мы укладываем нагревательный мат на сетке. На балконе под сухую конструкцию для ламинатов, пакетов мы сделаем электрический теплый пол с распределительным алюминиевым слоем. Перед началом монтажных работ рекомендуется составить проект, придерживаться предписаний производителя. Проект позволит заказчику в любое время ознакомиться, где и как у него уложен электрический теплый пол, что позволит гарантировать безопасность как самой системы, так и самого заказчика. Касательно технологии укладки. На балконе предусматривается сухая конструкция электрического теплого пола. Сначала укладываем теплоизоляцию, затем на нее слои гипсокартона, подложку и разматываем наш фольгированный алюминиевый мат. Заблаговременно лучше знать площадь вашего помещения и предусмотреть раскладку так, чтобы не было нахлёстов. Если же они все-таки остались, то предусмотреть нахлёст на стену. Под соответствующую площадь помещения необходимо предусмотреть соответствующий мат. В случае, если у нас помещение неровное, либо несколько слоев, мы разрезаем в определенных местах, главное, чтобы не повредить греющий кабель. В случае, если мы укладываем электрический теплый пол под плитку, основание требуется обеспылить и прогрунтовать. Таким образом, обеспыливание и грунтовка позволят лучше приклеить мат к черновому полу. В случае монтажа греющего кабеля под плитку необходимо полностью исключить воздушные пузыри, которые могут там оставаться. Укладывать теплый пол можно практически везде, в любых мокрых помещениях, если это под плитку, опять же, сеточные маты. Если это сухая конструкция, например, ламинат паркет линолеум, специальные маты, подготовленные с алюминиевой теплораспределительной подложкой. Не рекомендуется укладка электрического теплого пола под мебелью, так как есть риск излишнего нагрева греющего элемента и, возможно, предварительного выхода его из строя. Важно несколько раз проверить сопротивление электрического теплого пола непосредственно перед монтажом и перед запуском. Это позволит нам убедиться, что в ходе монтажных работ мы не повредили греющий кабель. Для того, чтобы поддерживать выставленную температуру поверхности пола либо помещения, используются специальные термостаты. Термостат может контролировать не только температуру пола, но и температуру воздуха. То есть, может давать команду, если эта система является основной в плане отопления. Отличительная особенность термостатов в том, что вы можете запрограммировать их на режим, только когда вы нуждаетесь в теплом полу. Термостаты не только показывают комнатную температуру, но также позволяют запрограммировать любой режим, при этом экономя ваши средства и одновременно подсчитывая затраты на отопление. В процессе монтажа и после него все измеренные данные по сопротивлениям заполняются в протокол передачи для сохранения 10-летней гарантии от предварителя. Стоимость обустройства электрического теплого пола сильно варьируется от площади. Чем она больше, тем стоимость квадратного метра дешевле. Технология теплого пола становится популярнее день за днем. Выбор правильного, проверенного производителя и соблюдение инструкций по монтажу обеспечит вас комфортным и уютом на долгие годы. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»